Следующая точка называется «Конкуренты-конкуренты. Сильные и слабые стороны конкурентов». И здесь описание этой точки, как вы видите, начинается со слов «Это то, что делать надо». Но по какой-то странной причине никогда не хочется или по чему-то до этого никогда не доходят руки. Я очень мало встречал капитанов, бизнесменов, которые проанализировали конкурентов. Не знаю почему, но это действительно по какой-то причине очень сложно делать. Но это катастрофически важно и чертовски полезно. Для прохождения этой точки вам нужно найти 10 сайтов конкурентов, скопировать ссылки на эти сайты на страницу своего стартапа, и определить сильные идеи и слабые стороны каждому сайту. Соответствующий шаблон заполнения есть на первой страничке вашего стартапа. Это 10 сайтов конкурентов, сильные идеи и слабые стороны. Первый сайт конкурента, сюда скопировать ссылку на сайт, сильные идеи конкурента, слабые стороны. Зачем это нужно? Это нужно за тем, чтобы не ломиться туда, где ниша занята. Это нужно за тем, чтобы понимать, как, в каком выборе находятся ваши клиенты. Это даст вам ясное, простое понимание, с кем надо соревноваться, с кем и в чем. Вы перестаете биться с ветряными мельницами, с неведомым конкурентом, который вау, может все, и он круче вас в 10 раз. Когда вы реально посмотрите на своих 10 конкурентов, отметите их сильные стороны и слабые стороны, вы увидите, где, в чем и как реально вы можете их опередить. В чем вы можете быть сильнее. В конечном итоге, помните одно, одно простое правило. Клиент, когда он что-то хочет купить, он будет выбирать из этих 10 сайтов. Он будет выбирать из этих 10 сайтов. Очень редко люди смотрят более чем 10 сайтов конкурентов. Вы находите 10 конкурентов, смотрите их и понимаете, как, из чего будет выбирать ваш клиент. Прохождение этой точки. Вы ставите себе нолик, если ответ является бессмысленным или избыточным. Один крестик, если вы уже просматривали сайты конкурентов. Если вы их просматривали, один крестик. Два крестика, если вы записали хотя бы одного конкурента на своей странице. Два крестика хотя бы одного. И три крестика, если записали пять и больше конкурентов. Вопросы? А если конкурентов очень мало, то что делать тогда? Записываете всех, кто есть, один или два. Если их мало. И я вас поздравляю. Это круто. Есть еще вопросы? И мы переходим к следующей точке. Этотехнику. Развив。 Вот так вот. Продолжение следует...